Александр Грин Веселый попутчик Знаменитый актер Дуглас почти никому не рассказывал свою странную историю. Только я да наш общий друг Эмерсон знали ее. Теперь, когда Дуглас умер, простив всех, а в глубине души простив, быть может, и Эмерсона, я улыбаюсь, говоря так, оговариваю это с улыбкой, потому что сам не знаю себя, как и все мы. Можно безболезненно для него и безобидно для прочих очертить тайну одного дня на Сан-Риольской дороге между Вардом и Кэзом. В изложении, хотя литературном, но вполне верном действительности. Около четырех часов дня у большого камня, пересекающего своею тенью дорогу, присел человек лет тридцати пяти. Босой, загорелый, небритый. Он был одет, или вернее прикрыт ужасающими лохмотьями, куча которых, брошенная отдельно, заставила бы бережно обойти их даже кошку. Голову оборванца прикрывал пестрый платок, завязанный узлом на затылке. У него не было рубашки, и голая грудь выказывалась почти вся из драного на локтях кителя с короткими рукавами без пуговиц в узорах заплат. Нижние края грязных парусиновых брюк были истрепаны в бахрому. Холст просвечивал на коленях, а щели выдранных карманов блестели полоской тела. Однако его сумрачное лицо с мягким очертанием рта и спокойными голубыми глазами не отражало удрученности, озлоблений или приниженности. Поставив толстую палку между колен и беспечно оглядываясь, человек насвистывал арию из кармен с искусством, выказывающим хороший слух, а также любовь к музыке. Его взгляд упал на придорожную яму, полную дождевой воды. Насмешливо вздохнув, человек встал, подошел к этому естественному зеркалу, предку всех венецианских и парижских зеркал, и склонился над своим отражением. Оно было ни лучше, ни хуже оригинала, имея, впрочем, то преимущество, что распадалось и исчезало, если болтануть воду рукой, тогда как оригинал, даже при стремительном урагане, оставался в мире вещей точно таким, как и в безмятежное утро. Бродяга рассматривал себя странной улыбкой удовольствия и комического презрения. Он сидел боком к яме, наклоняясь, упираясь руками в траву. Из этого сосредоточения его внезапно вывел насмешливый, степенно выговаривающий слово за словом голос неизвестного человека, раздавшийся так близко от нового нарцисса, что тот, подняв голову, вспыхнул подобно молодой девушке, кокетство которой находит преувеличенную оценку. На противоположном краю ямы, скрестив по-турецки ноги и сложив на груди руки, восседал почти что его двойник, с той разницей, что его лохмотья были иного цвета. Платок заменяла рыжая, как огонь, шляпа, а тонкое молодое лицо с правильными чертами выглядело моложе лет на десять. Быстрый и резкий взгляд черных глаз и упрямое выражение рта придавали его лицу впечатление опыта и душевной гибкости более старшего возраста. «Сорокалетняя наяда без юбки и перед визитом Тритона», внушительно сказал он, смеясь глазами. «Или кортизанка в спальне соперницы? Не утопитесь в своем трюмо, милейший, и не делайте таких соблазнительных глазок лягушкам, не то список ваших побед в следующей странице начнется с кваква». «Что это значит?» — сурово воскликнул первый, одолев смущение. «Прекратите свой монолог и оставьте меня в покое». «Как?» — сказал издеваясь шутник. «Как упустить такой случай?» «Покорно подать ваш эмалированный гребешок и, почтительно склоня голову, с восхищением следить за блистающими под пудрой розами и лилиями вашего очаровательного лица». «Жестокий и неописуемо чеванный граф!» «А для этого ли?» «Я зовут Эмерсон!» — коротко перебил этот ядовитый дифферамп, первый бродяга, вскакивая с бледным лицом. «И ты немедленно увидишь собственную красоту!» Насмешник не успел отступить, как суковатая палка силой пропела возле самого его уха, едва не разбив лицо, и воткнулась в землю далеко позади. К великому удивлению Эмерсона, Аборвыш вместо того, чтобы швырнуть в него своей палкой, спокойно перешел лужу и протянул руку, ничем не выказывая трусости или хитрости. «Я не думал, что это так серьезно для вас!» Просто, — сказал он, — в то время как Эмерсон неохотно и хмуро дотронулся до его руки. «Что делать? Надо как-нибудь веселить жизнь, если она сама, забавляясь, хлопает нас по щекам каждый день. Да еще! При этом так брезгливо отворачивается! Однако бросим учтивости! Куда идешь, милый?» По лицу старшего прошла едва уловимая улыбка. Он ответил не сразу и попытался уклониться от прямого ответа. «Не все ли равно?» — сказал он. «Люди, подобные нам, часто идут одной дорогой, но к разной цели. Путь мой недолог». «Не гордись, братец, тем, что ты на своем веку вылил из придорожных канав больше воды и больше накрал чужих кур, чем я. Уверяю тебя, с некоторых пор я достиг немалого искусства в этом интересном занятии, так что смогу показать тебе коллекцию петушиных грибней весом в кило. «Надеюсь, однако, что в эту коллекцию не попадут петухи с моей фермы», — сказал Эмерсон, посмеиваясь. «В противном случае ты рискуешь потерять свои волосы». «Ну вот, наконец-то ты заговорил человеческим языком», — заметил бродяга, шагая рядом. «Верно, ты идешь так скоро, как будто тебя и вправду ждет жена с воскресным яблочным пирогом. Обещаю тебе, дружище, если у тебя когда-нибудь будет ферма, выкрасть тебе на развод птичника, петушка с курочкой и мешок ковса, чтобы кормить их, как я вижу, нам по дороге. Ну, так знаешь, что меня зовут Биль, железный крючок, и если мы когда-нибудь еще встретимся, можешь смело подать мне огня для трубки, не опасаясь репрессий». Эмерсон внимательно посмотрел на своего странного спутника. Следы голода и бессонных ночей в лице Биля наполнили его некоторым уважением к этому человеку, способному, казалось, шутить даже на смертном одре. К тому же его взгляд, несмотря на беспокойство и живость, отличался необъяснимым внутренним равновесием и лукавой, подкупающей мягкостью. «Ты голоден?» — быстро спросил он. «Да, но в высшем смысле», — сказал железный крючок. «В вульгарном смысле я сожрал бы быка, а в высшем удовлетворюсь виноградинкой и глотком воды Сиранода Бержерака». «В таком случае», — сказал Эмерсон, — «выбирай либо низший, либо высший смысл. А может быть, есть средина между тем и другим, так как ты сегодня обедаешь у меня, где можешь в придачу получить пару сносных брюк и рубашку». Совершенная уверенность и невозмутимость тона, каким Эмерсон высказал эти радушные вещи, произвели быстрое и ошеломительное действие. Биль, железный крючок, внезапно согнулся, как будто его ударили палкой по животу, затем сел и стал мять в ладонях лицо, удерживая такой страшный, душепожирающий хохот, какой иногда сражает нас до боли в боках, до истерических взвизгиваний, и может повести к смерти, если развеселившийся таким образом человек имел это время во рту что-нибудь рассыпчатое или колючее, скажем, сухарь или непрожеванную рыбу с костями. Пока он хохотал, Эмерсон смотрел на него с неловким выражением досады и легкого раздражения. Подметив это, Биль закатился еще неистовее. «Ха-ха-ха-ха! Как ты сказал?» — выговорил он наконец сквозь вопли стонные вздохи, сморкаясь и отдуваясь, подобно купающимся. «А-а-а! Как это? А-а-а! Это... О-о-о-о! Как это ты ловко завинтил!» «Обед, говоришь? А-а-а! Ха-ха-ха!» «И штаны, говоришь? О-о-о! Я умру без погребения канашка тетки!» «Может быть, брюки из шелкового трико? И жилет к ним? Белые пике с серебряными цветочками?» «Знаешь, что даже теперь я не променяю своих штанов на твои, а так как ты тот самый счастливый человек, у которого нет рубашки, то и не пытайся украсть ее, чтобы подарить мне. Нет, не говори. Не говори, что ты обиделся за мои слова около лужи. Но как ты великолепно разыграл это! Эх... Подними меня. Я обессилел от хохота». «Печально?» — сказал старший бродяга. «Если бы ты поменьше смеялся, или, по крайней мере, потрудился хорошенько меня расспросить, в чем дело, я, может быть, оставил бы тебя восхищаться моим мнимым умением дурачить прохожих на большой дороге. Однако я не люблю, если мне навязывают несвойственную роль. Вставай, веселый человек!» Биль встал. В лице и манерах его свершилась неуловимая перемена, овладеть которой и в подробностях Эмерсон не мог, но он чувствовал ее так же ясно, как хорошую погоду, смотря на просветлевшее после дождя небо. Взгляд Билли стал зорок и тверд, выражение лица блеснуло худо скрываемым превосходством, и легкая улыбка презрения, столь тонкого, что почувствовать ее равнялось бы унижению, внезапно остановила речь Эмерсона. Показалось ему, что яростно хохотал, хватаясь за живот, кто-то другой. Таким непохожим на прежнее обернулось перед ним странное лицо Билли. Но он ничего не сказал об этом и, помолчав, медленно зашагал, переваривая неожиданное впечатление. Билли шел рядом, иногда взглядывая на своего спутника тем свободным движением, какое свойственно прямому и решительному характеру. Эмерсон принадлежал к категории людей, которые, раз начав развивать внутреннее какое-либо положение, хотя бы и оборванные, не могут уже удержаться, чтобы не привести это положение к развитию и окончанию в действительности. Поэтому, нахмурясь от досады на самого себя за то, что поддался мелкому чувству смешной и пустячной обиды, он все-таки досказал, что хотел. Все произошло из-за испорченного затвора. Я должен был поехать проверить и пересчитать плоты, прибывшие на лесопильный завод. Мой завод. Крепко подчеркнул он, подозрительно всматриваясь во внимательное лицо Билли и начиная сердиться в ожидании выходки с его стороны. Это в тридцати милях отсюда. Дело было вчера вечером. Противно обыкновению, я взял с собой штуцер, а не револьвер, как делал раньше. Мы не всегда можем дать себе отчет в некоторых движениях. Вот этот-то штуцер и сыграл со мной партию наверняка. В сумерках на лесной тропинке ускакать было немыслимо. Двое уцепились за гриву и узду, а трое столкнулись с седла. Где-то они были... Ммм... Немного получше вашего. Продолжайте. Мягко, но твердо перебил Билли. Продолжать, значит, кончить, заметил Эмерсон с неудовольствием, чувствуя на себе испытующий взгляд своего спутника. Все время рассказа его смущал также вид его босых ног, смешно торчащих из коротких штанов. Коробила нелепость положения, ярко обозначенного в безжалостном свете солнца, видом настоящего придорожного дикаря-бродяги. Я оканчиваю от сырости или от плохой чистки, но затвор штуцера не поддавался моим усилиям. Он был отнят у меня вместе с лошадью и всем, что было на мне. Вдобавок, я получил тумаки и благодарю Бога, что жив. Ну-с, я шел обратно всю ночь. Колый дрожат злоба и холода. Это отрепье мне дал железнодорожный стрелочник. Я подошел к его окну в ожерелье из веников, которые связал сам. Стоило послушать наши разговоры и мои объяснения. К тому же местность эта пустынна, но путь был невелик, считая от стрелочника. В полмиле отсюда мой дом. Но это ужасно, — сказал Биль совершенно новым, спокойным и участливым тоном, так же не шедшим к его внешности и положению, как трудно вязался неожиданный рассказ Эмерсона с отсутствием у него рубашки. «Я не могу не верить вам. Я верю», — добавил он серьезно и быстро. «Но правда, говорят, жизнь страшнее романов». «Простите мистификацию, естественно подсказанную мне моей ужасной одеждой. Я Эдмонд Роберт Дуглас, член и секретарь председателя географического общества в Сан-Риоле и временной бродяга на полуострове. Смотрите, как хотите, на мое поведение, но пари, которые я держал с одной дамой, по существу своему не позволяет мне проиграть его. Я знаю, что вы удивлены, но, клянусь вам, не менее был удивлен и я, когда вы пригласили меня обедать». «Вы лжете», — сказал оторопев Эмерсон. Ему пришлось выбронить себя за поспешность, с какой бросил он оскорбление. Дуглас, вздрогнув, остановился, его лицо вспыхнуло, затем побелело. Судорога мучительной борьбы меж гневом и чрезвычайным усилием сдержать себя тенью прошла в его чертах с таким напряжением и достоинством, что Эмерсон только пожал плечами. «Вы сказали странные вещи», — заметил он тоном извинения. «Да, вы поразили меня. Я мог бы сказать то же относительно вас, но помимо слов ваших было неизъяснимое душевное движение между нами, заставившее меня поверить. Я надеюсь, что точно такое же движение возникнет у вас, если я расскажу о себе. Правда и то, что я счел вас обыкновенным бродягой, не сразу поверив, поэтому вы правы, не веря без доказательств». «Я верю», — сказал Эмерсон просто. «Вы доказали мою вину именно тем внутренним движением, какое только что тронуло меня. Но как необыкновенно, как странно все это. То есть я хочу сказать, что ваше и мое положение взято отдельно не есть еще редчайший курьез. Редкость заключается в нашей встрече. «Не меньше, чем если ухитриться поставить иглу острием на острие другой иглы», — сказал улыбаясь Дуглас. «Но со мной было так. На Рауте у Эпстона, известного, вероятно, и вам, по слухам миллионера, Рауте в честь знаменитого путешественника Виталия Кроугли, я стал утверждать, что человек, кто бы он ни был, может без всякого вреда для своего характера и основных склонностей стать в любое положение на любой срок, возвратясь тем же, кем был». Кроугли указал неизбежное, по его словам, давление среды, легкий, может быть, едва ощутимый осадок, муть покинутых и несвойственных данному субъекту условий. Спор произошел в присутствии... Имя не играет роли. Одной женщины. «Когда мой оппонент заявил, что стоит мне провести месяц на большой дороге, и я начну вести себя с некоторой оригинальностью. Я предложил это пари». Правда, Кроугли имел в виду мою крайнюю впечатлительность. Он утверждал, что я незаметно для самого себя выкажу в обхождении и складе речи такие мелочи, повзаимствованного в новой среде багажа, какие уловятся лишь посторонними. Но мне надо было обратить на себя внимание, заставить думать обо мне одно твердое и холодное сердце. Короче говоря, я вызвался провести шесть месяцев без денег в рубище, исходив полуостров от Кэза до Минигама и от Зурбагана до Сан-Риоля, питаясь чем случится. С тем, что, возвратясь, немедленно явлюсь в общество заранее извещенных лиц и представлю их компетенции судить, оставила ли бродячая жизнь на мне и во мне хотя бы маленький след. «Но я переимчив и наблюдателен, поэтому-то и раздражил вас», сознаясь утрированным изображением веселого Биля «Железный крючок». «Но все это крайне интересно», — сказал Эмерсон, настолько увлеченный рассказом Дугласа, что забыл о своем странном костюме и вспомнил о нем, лишь когда за поворотом дороги показалась затейливая голубая крыша большой белой усадьбы. «Теперь мы дома, прошу вас, Дуглас, быть у меня гостем!» Показалось ли ему, что его спутник издал неопределенный быстрый звук, или тот действительно произвел нечто вроде короткого восклицания, смешанного с глухим кашлем? Только Эмерсон вопросительно взглянул на него, но лицо Дугласа невозмутимо спокойно. Он, казалось, с удовольствием рассматривает плантации, сад, городок служб и белую вымощенную щебнем дорогу, поворачивающую от шоссе через зеленые изгороди к веранде дома. Разговор, который вели теперь оба путника, был о редких случайностях. Вдруг Дуглас остановился, дотронувшись до плеча Эмерсона «Несколько фамильярным движением». «Что вы?» — спросил Эмерсон. «Слушайте», — сказал посмеиваясь Дуглас. «Ха-ха! Слоняясь, я воспитал в себе беса, который так и подмывает меня перевернуть банку с орехами. Будь вы действительно бродягой, прикидывающимся, чтобы поморочить приятеля собственником большой фермы, знаете, как я заговорил бы тогда?» «А как?» «Ну, это искусство. Например, послушай, небритая щетина, не забудь, если тебе удастся пробраться на кухню, замолвить словечко из-за меня. Скажи что-нибудь сердцесчипательное, хозяева, ну хотя бы то, что ты не можешь есть с аппетитом, если я не сижу рядом с тобой». «Ха-ха-ха!» Эмерсон добродушно рассмеялся. «Да, вы овладели этой манерой», — сказал он. «Если бы я не боялся обидеть вас, то попросил бы вначале не открывать при жене, кто вы ради простой шутки, конечно. Я еще сказал бы вам», — задумчивый хмурый продолжал Дуглас. «Не идти так прямо к подъезду, как свинья прет на чужое корыто, иначе тебя дубасят так, что вместо подачки придется мне тащить сломанные кости твои, старый плут». Эмерсон без улыбки посмотрел на Дугласа, находя, что шутка переходит предел. «Так-так», — рассеянно и нетерпеливо, — сказал он. «Они шли мимо веранды». «Анни», — сказал Эмерсон, заметив белую фигурку с книгой в руках среди узора дикого винограда, — «Анни, не испугайся, это я. Скажу кратко, меня раздели, но я цел и невредим». Молодая женщина, вся вспыхнув от неожиданного волнения, вызванного ужасным видом мужа, быстро сбежала по лестнице, утирая слезы и удерживая нервный смех. С быстротой и живостью ощупала она Эмерсона, поворачивая его из стороны в сторону, отступая, всплескивая руками и тряся головой, как будто весь наряд пострадавшего сыпался на ее темные волосы. «Дорогой мой», — сказала она, — «но знаешь, ты бесподобен, правда ли, что цел? Но покажись еще, повернись так, а и так... Прости меня. Идем, я одену тебя, бродяжка. А это...» Поймав взгляд, Эмерсон обернулся, сказав, «Анни, случайная встреча, мы уже познакомились, но не пугайся вторично». Эдмонд Роберт Ду, он остановился с тревогой, пораженной до чрезвычайности. Дуглас стоял, прислоняясь к молодому каштану и, вытянув вперед правую руку, как будто отталкивал прочь Эмерсона или предупреждал его движение. Но Эмерсон был ошеломлен в такой степени, что мог только сказать. «Вы? Что случилось?» Дуглас был крайне бледен. Два раза порывался он заговорить, но не мог. Из его глаз скатились две крупные слезы, и он тихо снял их рукой, видимо, стыдясь этой слабости. «Что?» — сказал он, наконец, с мучительным усилием. «Ничего больше, как то, что вы обманули меня, я думал». «О, черт!» — выргался он, взглянув на пристально обнюхивающего его водолаза. «Я думал, что вы такой же Эмерсон, как я, Роберт Дуглас. Меня встряхнуло, но это, знаете, от того, что я не предвидел финала. Слушая вас, я даже завидовал, ведь вы ни разу не улыбнулись, когда несли эту... когда рассказывали о нападении и стрелочнике. Да вы Эмерсон, и это ваш дом, и это ваша жена. Но я... я... Биль! Выгнанный за скандалы актер, мод и игрок, и ничего более. Я думал, что оба мы ловим блох. В нашей компании «Трепать языком», как «Трепал я» называется, ловить блох. Иногда это скучно, иногда занятно, смотря с кем. И я думал, что наше состязание... Простите мои больные нервы. Это от того, что я ранее представлял себе, как вхожу в дом, где... где меня не облавит. Прощайте, кушайте на здоровье, я отказываюсь от приглашения. Эти беспорядочные слова бродяги глубоко тронули Эмерсона. Он обладал верным и тонким инстинктом к людям, поэтому первым его движением было взять Билля за руку и потянуть на веранду. Билля отнюв руку, покачал головой. Я... только больше расстроюсь. Так войди же и живи с нами, вскричал Эмерсон. И пусть меня разорвут на части мои собственные собаки, если я не сделаю из тебя человека. Так Билль, железный крючок, поселился у Эмерсона, а впоследствии развил свое необыкновенное сценическое дарование и грянул им на больших сценах. Финальная венетка к этому рассказу изображает крючок среди рассыпанных на столе карт. Стол стоит на большой дороге, а над всем этим блестит тонкий луч восходящего солнца. Мой дорогой слушатель, ты именно тот человек, для которого я прочел очередную аудиокнигу. Естественно, как всегда, с любовью и уважением. Ни для кого не секрет, что мы делаем аудиокниги бесплатно. Мы — это ты и я. Только благодаря твоей поддержке это и возможно. Отдельное огромное спасибо тем, кто позволяет мне зарабатывать, озвучивая рекламу или поздравления, или даже оплачивая производство целых книг. Таким образом, мы оставляем свой след в истории, ведь книги вечны. А все желающие могут послушать книги действительно хорошего качества абсолютно бесплатно. Я получаю огромное количество благодарности от людей с ограниченными возможностями, которые не могут позволить себе оплачивать. Но благодаря нам, тебе, мне и остальным людям, которые хотя бы 10 рублей не пожалели на производство новой книги. Я абсолютно каждому действительно от всего сердца благодарен и посылаю свою добрую энергию. Каждая копейка идет в дело. Ничего не расходуется просто так на праздное удовольствие. У всех разная мотивация. Кто-то помогает мне с мамой и шлет ей добрые приветы. Кто-то и не знает об этой ситуации, да и ни к чему. Каждому огромное спасибо. Поддержать выход новых аудиокниг, стихов очень просто. Любая посильная помощь, перевод по номеру телефона на Сбербанк, Тинькофф, Яндекс.Банк, Юмани. И для жителей всего, абсолютно всего земного шара, несмотря ни на какие политические обстановки, всегда работает Бусти. Там вы не только можете послушать и скачать аудиокниги, они бесплатны для всех, но и поддержать меня как исполнителя. Ссылки есть всегда на всех официальных ресурсах, где я выпускаю свои книги. Плюс семь, девятьсот один, семьсот пятнадцать, двадцать семь восемьдесят восемь. Номер телефона, по которому можно отправить перевод. Он же WhatsApp, Telegram. И открыт для общения, и открыт для предложений всегда. Огромное спасибо за поддержку лайками, комментариями, на каждый из которых я отвечаю лично. Особенное спасибо, если делитесь аудиокнигами. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.